Сума в тюрьме не только про российских опальных олигархов, правда. За рубежом тоже деньги не всегда залог свободы и дружбы с властью. И наказания там бывают такие, что наш уголовный кодекс покажется самым гуманным в мире. 110 лет тюрьмы уготовано техасскому финансисту Альну Стэнфорду. Занимался тем же, чем и Сергей Мавроди. Пирамиды строил. Только наш теперь на биткоинах зарабатывает, а американец отбывает срок, выплачивает штрафы и компенсации и терпит побои от сокамерников. Некоторые считают, что прав Дмитрий Медведев и свобода лучше, чем не свобода. Отказываться от махинаций не могут и предпочитают жить в изгнании. Мексиканский наркобарон по кличке Эль Чапа сам богат и кого угодно обогатить мог. За информацию о нем власти обещали 5 миллионов долларов. 30 лет никто не мог эти деньги заработать, и Чапа скрывался. Пластические хирурги ему в этом помогали. А он щедро платил им своими кокаиновыми деньгами. И вот теперь мексиканец схвачен. Его богатство под арестом. А нашли наркобарона тогда, когда его представители вышли на мексиканский аналог Голливуда или Массфильма, чтобы об Эль Чапа сняли фильм. Монятия об осторожности у богатых иногда бывают очень странными. Эксцентриссима.